Здравствуйте, это компания Viva Telecom и давайте мы сегодня расскажем вам о настройке каналов для работы через ретранслятор, именно классического ретранслятора мы коснемся, то есть не цифрового одночастотного репитера DMR, не эхо репитера, не кроссбендового репитера, а именно классического, у которого есть частота приема одна, частота передачи другая с разносом. Тут два параметра выступают, направление смещения в обычных станциях задается и размер смещения, я сейчас теоретически вам расскажу, как это все работает и на примере Baofeng UV5R покажем, потому что эта станция одна из самых популярных, поэтому, ну опять же, у Baofeng меню очень похоже, у многих, соответственно, можете использовать и на других станциях. Ну и также, вот эти два параметра, размер смещения и направление смещения, можете найти и в других станциях, это все однотипно работает, поэтому будет полезно и для других станций. Начинаем. Так, давайте я кратко сначала расскажу, как это все работает. Вот у нас есть электранслятор, да, у него частота передачи F1, частота приема F2 и две абонентских станции. У них должны быть частоты перевернуты наоборот, то есть частота передачи равна F2, частота приема равна F1. Для чего это делается? Для того, чтобы, передав на частоте передачи F2, репитер принял ее, эту частоту, ну, либо эту несущую, и передал на частоте передачи на вторую станцию. Тем самым вы работаете не между двумя станциями носимыми, а между стационарной станцией, ретранслятором и носимой станцией. Тем самым вы увеличиваете дальность связи, ну, можете в десятки раз, смотря какие параметры у данного ретранслятора, да. То есть, если, допустим, расстояние там 2 километра между носимыми станциями может быть, да, то здесь может быть и 10, и 20 километров. Ну, то есть, все это зависит от антенны, от выходной мощности ретранслятора и от высоты установки самого антенного устройства. Вот, теперь какие вам понадобятся пункты меню для этого. Я, то есть, все пункты меню, есть отдельный ролик именно по Balfeng, я здесь затрону именно настройки репитера. То есть, 25-й пункт меню, SFTD, это shift direction, направление смещения от частоты приема, и 26-й пункт меню, shift size, offset он называется у Balfeng, это размер самого смещения от частоты приема. У разных станций могут эти пункты называться по-другому, но принцип один и тот же. То есть, смотрите, shift и shift direction, соответственно, направление и сам размер смещения. Так, теперь давайте сделаем следующим образом. Чтобы чуть нам усложнить задачу программирования канала через репитер, мы сделаем частоту приема. То есть, по умолчанию всегда задается здесь частота приема именно. Давайте я вот, например, 434 задам, а передача у нас будет на канале PMR. Пусть будет, это у нас второй безлицензионный диапазон, и он равен, первый канал пусть будет, 446,00,625. Соответственно, мы выбираем здесь размер шага сетки сначала, чтобы 6,25 нам получить именно шаг сетки, да. Потому что в частотах PMR у нас размер шага сетки 6,25. То есть, вот, программируем 6,25. Теперь переходим к 25 пункту меню. Направление смещения, да, выбираем здесь плюсовое смещение, потому что с 434 мы будем перемещаться вверх, да, на 446. Соответственно, если наоборот, то вы можете выбрать минусовое смещение. Ну и следующий пункт меню, это 26 размер самого смещения. Здесь мы задаем, соответственно, сколько разница у нас, 0,12, ну, 12,00 и 0,0625 смещение. Сохраняем. Теперь смотрите, что происходит. То есть, вот появляется плюс, соответственно, он показывает направление смещения. И когда мы нажимаем теперь кнопку передачи, у нас переходит станция на другую частоту, на частоту передачи, именно на 446. То есть, теперь у нас абонентская станция принимает на 434 МГц, передает на 446. А репитер, соответственно, наоборот, принимает на 446, а передает на 434. Ну, то есть, взаимозаменяемая пара частот. Частота передачи равна частоте приема на абонентской станции. Так, ну, вот такой ролик. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Я думаю, тут все понятно, все просто. Для доступа к репитерам, некоторые репитеры, естественно, настраиваются, например, для того, чтобы открыть репитер, нужно передать CTCSS код, DCS код, поднесущие. Либо, например, они открываются по передаче DTMF по ссылке, или код цифровой AnyID, либо у цифровых репитеров нужно прописывать именно идентификатор репитера, я имею в виду в DMR сигнал. Например, на радиостанциях Лира вы должны прописать идентификатор репитера, чтобы он открылся в итоге. Но этого уже касаться не будем, это отдельная настройка. Я рассказал именно про классический способ настройки именно на частоты. Все остальное вы можете уже узнать у владельца ретранслятора, каким образом вот эти все нюансы настроить, потому что их очень много, и, соответственно, здесь смысла их касаться нет. Подписывайтесь на канал, это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.